Как мне докладывают, экономика в этом году пока складывается, хотя есть определенные, как всегда, настраживающие факторы. Хотелось бы, чтобы мы обратили, прежде всего, в разговоры на это внимание. Но самое главное, я заметил и в средствах массовой информации разного уровня, то, что у нас отрицательная сальда, хоть небольшое, но складывается отрицательная сальда. Я так понимаю, что и на экономике, и правительства должны были на это обратить внимание и проанализировать, в чем тут ситуация. Что у нас с платежами на самом высоком уровне, дебиторская, кредиторская задолженность, как мы продвигаемся в плане обслуживания нашей техники, сервисного обслуживания. Мы договаривались о том, что надо создавать единые центры по обслуживанию всей белорусской техники и определиться, в каких пунктах, допустим, России, Китайской Народной Республики, других государств и так далее, по долгам. Просроченные долги, что вообще, какая ситуация здесь. Меня ориентирует на то, что у нас и со строительством жилья есть определенные недостатки. Ну и рад других же недостатков, на которые мы должны обратить внимание. Ну а также текущая ситуация в экономике и, прежде всего, в сельском хозяйстве. Нам надо мобилизоваться. Погода пока стоит хорошая. И в полях мы ожидаем, дай бог, чтобы дальше было так. Мы ожидаем неплохой ружай, но его надо взять. Пусть у нас будут там излишки зерна и так далее, но это же никогда не помешает. Это золотовалютный наш запас. Вот этот ряд вопросов, также кадровая, есть у нас вакансия в правительстве. Да, хотел доложить. Обсудим и примем соответствующее решение. Уважаемый Александр Григорьевич, с учетом того, что приближается конец полугодия первого, я хотел вам доложить о результатах работы экономики. За полгода мы еще к этому верим? Да, ну мы уже видим, у нас есть данные все по пяти месяцам. И мы уже видим, как сложатся шесть месяцев и, в принципе, просматриваемые итоги года. Если говорить про результаты работы пяти месяцев, то из пяти показателей основных социально-экономического развития полностью выполнены и перевыполнены четыре. Это валовый внутренний продукт сложился на уровне 105,2%. Инвестиции на уровне 109,6%. Реальные доходы населения, что очень важно, 109,8%. И индекс потребительских цен в пределах прогноза с начала года 2,8%. Значит, пятый показатель недовыполнен. Это экспорт, он выше уровня прошлого года на 102,1%, но чуть не досинули до плана до 104%. Процентов при этом рост обеспечен преимущественно за счет увеличения физических объемов экспорта на 8,7%.